Привет, друзья! Ну, не могу удержаться, хочу похвалить, как бы, конечно, я понимаю, наша Любовь Абакумова, может, в похвалах и не нуждается, но мне очень приятно, честное слово, горжусь нашей школой, потому что вот что написала Любовь Абакумова. Она написала, что вот к этому, тому моему тезису о том, что этот ключ самый демократичный, потому что каждый человек сам может себе подбирать приемы, и тут не нужен какой-то шаблон, которому надо покоряться и делать из педагога кумира. Вот, она еще написала, что может быть там написать еще не только демократичный, не только универсальный, не только такой-такой-такой, а может еще какой-то в этот момент, говорит, задумалась. И когда задумалась, рука автоматически стала чертеть треугольнички, квадратики, и она вдруг вспомнила, что, наверное, поэтому ей хорошо удавались экзамены, потому что конспекты так происходили. Вот вы представляете, какое самонаблюдение и какой потрясающий анализ с точки зрения теории ключа. Да, мы иногда чертим кружочки, треугольнички, рисуем картиночки, каляки-маляки делаем, потому что мы через этот автоматизм снимаем лишнее напряжение, которое мешает нам лучше думать. Когда нам трудно думать, когда мы хотим сосредоточиться, пробить барьер этих условностей и шаблонов, выйти на эту бесконечность, откуда мы в мозге получаем из этой базы данных, без всяких границ, новые знания, соединяя конкретное с вечным. Ну да, да, так и поэты делают, просто в другой форме, я поэтому это и объясняю. Я вот сейчас приготовил доску, на которой буду рисовать модель работы мозга, которую я рисовал много лет назад, и она у нас есть в интернете, там новая модель работы мозга. У меня на сайте стрессу, можете посмотреть много лет назад, и можете посмотреть еще в ютубе, написать модель работы мозга, или новая модель работы мозга, и Хаса Алиф, даже два там есть в ютубе, много лет назад. Но сегодня я буду говорить то же самое, но уже сегодня своими словами, которые за это время немножко отточились, потому что оказывается, доступность того, что вами сделано, зависит от того, насколько понятно вы это объяснили. Вы можете быть семь пядей во лбу, но если не те слова подобрали, чтобы объяснить, мало кто заметит. Может быть, я тогда не те слова подбирал, потому что модель работы мозга была тогда, я тоже скажу, выдающаяся, и многие ее хвалили, и читали, и восторгались. Но при этом мы же расширяем нашу аудиторию, поэтому надо, чтобы даже ребенок понял, там, десятиклассник, например. Да. Вы же помните, говорили так часто, что не тот ученый, который на двух пальцах объяснить ребенку не может, чем он занимается. Я с этим абсолютно согласен. Поэтому я с каждым днем все пытаюсь понять лучше, понять лучше, понять лучше, и донести яснее и понятнее, чем же я занимаюсь. В этом суть. Так что ждите новое видео о Любови Абакуновной. Еще раз моя большая восторженная благодарность. До встречи.